Свой визит Степан Полторак начал с легендарного одесского авиаремонтного завода. Первый самолет отсюда взлетел еще в 1911 году. Сейчас же на повестке ремонт и модернизация авиапарка украинских ВВС. Похвалились заводчане и собственными разработками. Министру показали учебный легкомоторный самолет «Дельфин» и главный козырь – модернизированный фронтовой разведчик Су-24МР. В инициативном порядке уже два года специалисты завода работают над ним. «Принято было решение создать на базе этого самолета практически новый самолет-разведчик, который позволит с расстояния не менее более чем за 100 километров с помощью станции бокового обзора фиксировать всю линию фронта, по которой происходят боевые действия. Или же ту зону, которую необходимо разведать, не опасаясь за безопасность этого летательного аппарата». Новая электронная начинка, характеристики которой засекречены, позволит отнести доработанную машину к поколению 4+. Нужны только деньги и с ними, говорит министр, проблем не будет. Нынешний госзаказ заводу с 300 миллионов гривен должен увеличиться. Ведь у Минобороны на этот самолет большие планы. «Все та же ракетная программа «Нептун» стала лейтмотивом визита на частное предприятие «Телекарт-прибор», занятое разработками в сфере связи систем управления и электроники. Помимо командно-штабных машин, министру обороны продемонстрировали сердце противокорабельного комплекса «Нептун», который ранее проходил испытания в Одесской области. Именно из этой машины осуществляется полное управление оружейной новинкой Украины. Эта машина – абсолютно новая разработка. Шасси и бронирование выполнены кразом на спецзаказ. Но самое главное – электронные мозги и разработка одесситов. Машина защищена от пули и осколков, а также помех противника. Она оснащена системами связи американской фирмы «Харрис». Специалисты, рассказывая о комплексе, постоянно используют эпитет «Уникальный». «Уникальный» комплекс, в котором собраны различные средства связи, станции космической связи, коротковолновой, ультракоротковолновой связи. И машина позволяет обеспечивать связь экипажу ракетного комплекса в различных условиях работы, в различных режимах работы». Отсюда операторы задают ракете основные параметры – координаты, тип цели и команду на пуск. Поразить вражеские корабли она способна на расстоянии 300 километров. В случае отклонения – самоликвидация. Министр обороны похвалил разработки телекарта и анонсировал закупку бригадного комплекта машин управления, которые пройдут обкатку в зоне операции объединенных сил.